Итак, еще раз здравствуйте. Как мы и обещали, продолжаем говорить о таинственных явлениях в нашей жизни. И в нашей студии гость. Это Дина Габдулина, нумеролог. Дина, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Что такое нумерология? Нумерология – это древняя наука, которая изучает цифры. И что самое интересное, эту науку можно использовать в повседневной жизни. Зная свою дату рождения, имея код своего фамилии, имя, отчество, понимая, что несет программу в номере телефона. Мы можем подбирать такие цифры, которые нас выведут на благоприятные линии жизни. То есть для каждого человека, да, все-таки основное, что от чего отталкиваемся? От даты рождения, я правильно понимаю? На самом деле важно все, но в дате рождения закодирована такая информация, для чего вы родились. Там закодированы слабые стороны личности, сильные стороны. Понимая сильные стороны своей личности, мы можем себе выбрать направление деятельности. Реализовать себя в чем-то. Да, совместимость с другим человеком. То есть это как-то связано с астрологией, да, но уже через призму цифр. Ну да, астрология – это планеты, астрология – это цифры. Хорошо, вы говорите, что можно как-то поменять свою жизнь с помощью цифр. Естественно, дату рождения мы уже никак не поменяем, да? Единственное, что в паспортном столе может быть договоренность. Да, год особенно. Меня особенно этот день и месяц не волнует, это год. А что можно поменять в своей жизни? Мы можем поменять номер телефона и, конечно же, фамилии, имя, отчество. И на самом деле фамилии-то, они меняются. Когда женщина выходит замуж, она берет фамилию мужа. А выражение «как корабль назовешь, так он поплывет», оно действительно работает, потому что выбрав себе неправильную фамилию или назвав ребенка неправильно, мы можем вектор его судьбы повернуть немного не в ту сторону. То есть какие-то определенные буквы, наверное, должны быть? Или конкретно вот имя и фамилия? Как можно так? Вот прям вот сочетание. Прям фамилии, имя, отчество. По словам, по буквам, по звучанию? По буквам. То есть мы сейчас не можем дать какого-то конкретного совета родителям, которые вот скоро станут родителями? Потому что нужно каждый отдельный случай рассматривать отдельно. Инвидуально, да. Хорошо. А есть цифры какие-то, числа, может быть, которые приносят удачу? Универсальные. Да, конечно же, есть такие цифры, и мы их можем использовать. Ну, например, для зрителей вы должны понимать, что в номере телефона не должно быть такого сочетания, как 66, 88, сочетание цифр 4, 0, 8. А считается, что наоборот, да? Вот одинаковые цифры... Так, 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 подождите. 66, я понимаю, здесь где-то близко число дьявола, да? 88, ну, там тоже есть предыстория. А что это бесконечность, в общем-то, я считала, бесконечно вытягивает деньги из ваших кошельков. О! А вот это... Ничего себе. А еще 400, сколько 400? 44, программа разрушения. А 7, 7 считается, что очень... Ой, очень хорошо. О! Ну, опять-таки не для всех. Модный номер 7, 7. А 7, 7 не для всех? То есть 7, 7 еще не счастливое число может быть? Ну, оно в принципе благоприятное, но для каждого есть индивидуальное собственное число. Так, ну, давайте представим такую ситуацию. Сейчас смоделируем, да? Нам дарят квартиру внезапно. Внезапно, ну, такое бывает. Ой, Влад. Значит, дом под номером 6, 6-й этаж и 6-я квартира. Казалось бы, квартира, да, шехардный подарок, но 3 шестерки. Что делать в таком случае? Расслабиться и спокойно жить. Прям радоваться подарку. Принимать подарок. Прям принимать. То есть это еще зависит от нашего отношения к ситуации, да? Дело в том, что цифра 6, она неплохая. Сочетание 3 шестерки, оно тоже неплохое. Так же, как и цифра 13. Вот, кстати, я об этом хотела и спросить. Пресловутая 13. Как к ней относиться? Очень хорошо относиться. Кстати, это мое любимое число. В аэропорту я подхожу исключительно к стойке 13. Она всегда пустая. А вот в Америке даже нет этажа. Да, нет этажей, да. Этажа 13-го. Но на самом деле, если мы берем цифру 13, это достаточно магическое число. И согласно матрице русского языка мы можем раскодировать все слова в цифру. Например, если мы берем слово Бог. Да? Б 2, О 7, Г 4. В сумме это дает 13. Слово дух, это тоже дает 13. То есть это вот так вот считается по цифрам алфавитов? По другому. По другому? По другому. И, соответственно, значение другое будет, нет? Конечно же. А, это еще каждый народ сам по себе. Давай далеко ходить не будем. Мы в России живем, поэтому и, в общем-то, будем обустраиваться, так сказать. Хорошо. Ну давайте заключительный, главный вопрос для всех, кто только что проснулся и настраивается на новый день. Какие-то простые советы? На что обратить внимание сегодня для того, чтобы этот вторник получился на все 100%. Ой, сегодня замечательный день. А чем он замечательный? Потому что цифра 27 дает много жизненного огня. Оу. Общий день для всех богатства. Поэтому сегодня такой совет возможен, да, когда мы можем нарисовать на запястье цифру 9 и просто сказать тебе, кодируй себя на деньги срочно. И вам придет сумма из ниоткуда. Ну все, сегодня вечером шоппинг. Я думала, чем сегодня вечером занять себя? Дина, давай приходите к нам завтра. Завтра мы, собственно, и узнаем, насколько у нас сегодня день удался. Если мы придем в новой одежде, значит все хорошо. Или мы придем к вам. Дина, спасибо большое. Спасибо большое. Любопытная тема. Мы вам желаем хорошего дня. Благодаря. Чтобы цифры 27... Сопадали, да. 28 хорошие цифры. Хорошие. И 28, чтобы удалось. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.